Вкусно и полезно. В Ининском округе будут делать свой северный гематоген. Региональные участники удивили экспертную комиссию конкурса «Умник». На финал регионального конкурса вышли четыре заявки, одна из которых от местных производителей. Подробнее в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Татьяна Шишелова не так давно пришла в дружный коллектив предприятия «Заполярный олень». Во время стажировки девушке пришла идея создания лакомства из субпродуктов северного животного. Проходила стажировку, стала изучать свойства и состав субпродуктов. И возникла идея, почему бы не попробовать приготовить, точнее производить продукт, который будет полезен не только животным, но и людям. Ее идею поддержал генеральный директор организации и стал ее научным руководителем. Помогал как словом, так и делом. Я заявка сотрудника нашей компании Татьяны. Суть – обогащенный шоколад с сушеными субпродуктами северного оленя. Так как шоколад у нас уже производят, Никита Яничев, вот решили скрестить, скажем так, его шоколад. И тем, чем занимаемся мы, саму идею подсмотрели у того же гематогена. На сегодняшний день шоколад с полезными свойствами северного оленя еще не готов. Дальнейшим шагом будет изучение и проведение анализа субпродукта северного животного. Договорились с ФУМ. Они будут делать анализ, экспертную оценку органолептических свойств субпродуктов. И также нужно будет разработать дозировку, которая будет приносить максимальную пользу для человека. К слову, с производителем шоколада Никитой Яничевым Владимир Верейкин познакомился задолго до этого проекта. Заполярный олень поставлял для Никиты главную начинку – северную ягоду. Пока просто было непонятно, в каком виде это будет и какой будет конечный продукт. Но вот отработав какое-то количество времени, мы вот пришли к рецептуре. Она сейчас правда на согласовании, то есть на нее же нужно получить все лицензии и сертификаты. Но вот пока работа идет, на сегодня она идет, и я думаю, что в конце мы получим хороший результат. Конкурс «Умник» проводится уже во второй раз. Он направлен на поддержку молодых ученых. В этом году заявки присылали из разных регионов страны. Главными критериями к заявителям – возраст от 18 до 30 лет, гражданство России, а также участник не мог повторно отправлять заявку в случае, если уже подавался на конкурс ранее. На сегодня представителей 82 регионов, то есть в каждом регионе проходит свой конкурс. Участники потом на федеральном уровне после финала, вот когда заявка уходит на утверждение, они уже между собой не соревнуются. Это дополнительная экспертиза уже самого фонда. Ну вот на инновационных проектах они все-таки оценивают проекты еще сами дополнительно, после всех ступеней прохождения, и принимают решение о поддержке либо от него. Заявки принимались по шести основным направлениям. В Ненецком округе в финал вышли четыре участника со своими проектами. Первая заявка – это разработка автоматизированной системы для выявления раковых опухолей по снимкам МРТ. Потом была заявка на проверку качества алкоголя. Потом была заявка по разработке новых катализаторов с использованием топливного щелочного элемента. Немножечко поясню по ней, потому что не очень понятно по названию. Суть заявки заключается в том, что химическую энергию преобразуют в электрическую. То есть это считается более таким дешевым способом, топливный щелочный элемент. И умники хотят поработать в этом направлении. Также еще была заявка по разработке технологии производства шоколада полезного. Региональный финал конкурса прошел 15 декабря. Все заявки прошли в двухступенчатую научную экспертизу. Экспертное жюри рекомендовало фонду двух победителей. Федеральный финал пройдет в первом квартале 2021 года. Победители получат диплом и грант в размере 500 тысяч рублей на проведение научно-исследовательских работ. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишилов, Телеканал Север.